С 1998 года, согласно указу тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы, в стране ежегодно 4 суббота ноября официально отмечается как День памяти жертв Голодомора. В 2006 году Верховная Рада Украины официально признала голод 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. Службой безопасности Украины было рассекречено более 5000 страниц госархивов о Голодоморе. В 2008 году в Киеве открыли Национальный музей-мемориал жертв Голодомора. За неимением достоверных демографических данных того периода исследователи по-разному оценивают число жертв среди украинцев. По данным Института демографии и социальных исследований Украины, во второй Голодомор, голод 1932-1933 годов погибли по меньшей мере 3,943,000 человек. Среди украинской диаспоры стала популярна цифра до 7,5 миллионов человек. Экс-президент Украины Виктор Ющенко в своей статье в The Wall Street Journal написал, что от голода погибли от 7 до 10 миллионов украинцев. Относительно юридического термина «геноцид» в оценке украинского голодомора среди украинских и российских историков, а также политиков, нет единого мнения. В 2010 году экс-президент Украины Виктор Янукович, выступая в Страсбурге в парламентской ассамблее Совета Европы ПАСЭ, заявил, что было бы неправильно называть голодомор актом геноцида. Признавать голодомор как факт геноцида по отношению к тому или иному народу, мы считаем, это будет неправильно, это будет несправедливо. Это была трагедия, общая трагедия народов, когда-то входящих в единое государство, Советский Союз. Такого же мнения придерживается и российское правительство. Американский юрист Рафаэл Лемкин, отец конвенции о геноциде, в 1953 году в своей статье «Советский геноцид в Украине» назвал голодомор классическим примером геноцида. Однако слова «геноцид» нет в документах ООН, ЮНЕСКО и ПАСЭ, посвященных голодомору, хотя в документах есть ссылки на конвенции ООН о геноциде. По мнению большинства историков, причиной голода 1932-1933 годов стала насильственная коллективизация и репрессивная политика Сталина. В августе 1932 года Сталин предложил новый репрессивный закон об охране госимущества, также известный как закон о пяти колосках, который за воровство из товарных поездов предусматривал расстрел с конфискацией имущества, а при смягчающих обстоятельствах 10 лет заключения. Пик применения этого закона пришелся именно на голодные 1932-1933 годы. В 1920-30-х годах должники, не выполнявшие завышенные планы заготовки продовольствия целыми районами и селами, попадали на штрафные черные доски. Больше всего человеческих потерь было в современных – Харьковской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Шитомирской, Веницкой, Черниговской, Одесской областях и в Молдове, которая тогда входила в состав Украинской СССР. Запад в 1933 году узнала о голоде на Украине, а также о голоде в СССР благодаря двум журналистам – Гаррету Джонсу и Малькольму Магериджу. В 2019 году вышел фильм польского режиссера Акнежки Холланд «Мистер Джонс» о британском журналисте, который побывал на Украине в годы массового голода. Мир узнал и проигнорировал. Были, естественно, консульства в Харькове, в Одессе, в Киеве. Власне, то, что сохраняется у нас в архиве КГБ, как раз доводит, что на заходе так и знали про то, что происходит в Радянском Союзе, в Радянской Украине. Историки и свидетели Каладамура рассказывают о случаях каннибализма во многих районах Украины. «Померли троє. Мамка их ховала тут. Два брати и сестричка маленькие. Наши, наши. Пробачили нам, что мы тут еще город садим тепер. Багато тоді ховали у дома. И у соседки тут тоже было. В 1933 году у нас пішов брат на конюшню давать. И вот, як пішов, і не нашли його. І хтось не дивив. Може, тоді так і було, що і дітей їли». В опустевшие села Україну попытались завести более 20 тисяч семей колхозників із других регіонів СССР. Однак, исследователи указывають, що білье половини переселенців не прижились на новом місці і вернулись в прежні места проживання. Субтитрувальниця Оля Шор